Привет всем! Добро пожаловать! Барлок играет в Enter the Gungeon Он играет парадоксом Он типа хочет делать винстрики Но у него получается, честно, херово Я себе теперь буду только в третьем лице говорить Потому что я крутой Но... Слушай, турбопушка И этот, лечение Не помню как называется Что-то какие-то красные кровяные лица или что-то Ну, турбопушку я не люблю Потому что надо много кнопок нажимать, когда их пользуешься При перезарядке надо постоянно клацать кнопку перезарядки Я не скажу, что я большой фанат Этого процесса, но... Если приходится, так приходится Давай в минус загонять винстриг Нет, спасибо! Я предпочту выиграть хотя бы Хотя бы один забег сегодня Я выиграть даже много не попрошу Я не попрошу два забега Господи, да горел он синим пламенем этот винстриг Ну, хотя бы одну победу можно, да? Ну, пожалуйста, ну, мама Ну, разреши мне винстриг Ну, если серьезно, то в ганжине, конечно, я в последнее играе время плохо С другой стороны, я не думаю, что ганжин в турборежиме Это то, где можно делать винстрики там по 100 и так далее Ну, вот как есть чуваки-вайзеки, которые вайзека играют И делают винстрики по соткам, да? То есть они там до 300 доходят до 400 Короче, вообще никогда не проигрывают Ты знаешь, я не скажу, что я хотел бы вот так вот играть в ганжин Меня устраивает то, что мы не можем взять пятую победу подряд Ну, в каком-то смысле меня это устраивает Я бы, конечно, предпочел, чтобы у меня были эти 5, 6, 10 побед подряд Фи-фи пришел, чат, Фи-фи пришел на ручки Ура! Я вам не буду этот... Я вам не буду показывать Фи-фи, он уже улегся Но потом, может, он когда будет двигаться Как тебе в Тарков 11 часов играть? А, колдун? Забыл выключить, походу Я-то... Не знаю, слушай Ну, я много, конечно, в Тарков играю Но 11 часов подряд, по-моему, я не играл ни разу Я, наверное, не выключил вопрос Что-то типа того Так-то... Я не знаю, сколько у меня часов сейчас в Таркове Много? Я после... Я вот вне стрима, я в основном играл в офлайн-режиме Просто тренировался стрелять на ботах Вроде бы я чуть получше сейчас стреляю Во всяком случае, с Мосинкой я уверен, что я научился немного играть Я такой... Я еще начал читать книгу по совету этого Клабтрапа Он очень хороший советчик Типа, искусство снайпера Руководство для военнослужащих и бойцов специальных контртеррористических подразделений Ну, то есть самая настоящая книжка для военных, которые учатся на снайперов Там много чего рассказывается Оказывается, быть снайпером это намного сложнее, чем просто брать винтовку Целиться и стрелять Там вообще это... Оказалось, это очень сложная профессия В общем, я решил, что если будет война То мне надо будет добыть снайперскую винтовку Я стану снайпером Ну, потому что про снайперство я хотя бы книжку читал Во всем остальном-то реальном оружии Я вообще не разбираюсь Поэтому... Как минимум у меня будут шансы в кого-нибудь попасть Наверное, из снайперской винтовки больше сейчас Чем из всего остального Хотя бы я знаю какие-то базовые принципы Там, в принципе... Там сложно Там нужно и правильную позицию тела держать при выстреле И правильное дыхание делать То есть там вот такие фишки И типа автор книги пишет, что, например, бойцам-рукопашникам, которые занимались рукопашным боем Очень сложно стать снайперами Почти невозможно Из-за того, что у них организм по-другому приучен работать Они не могут дыхание держать То есть там даже до такого доходит В общем, жесткая штука эта книжка Поэтому... Я ее насчитался Я... Теперь стану профессионалом стрельбы в Таркове Я просто стану чемпионом Может быть и в Ганжине поможет Но в Ганжине вряд ли Лартанов, здорово Добро пожаловать на стрим Fallout 4, прохожу за братство Стали Вот я Fallout 4 играл, как я сейчас играю в Тарков Я вообще там забил на квесты, на сюжет, на все Я просто для себя ходил и убивал там всех Пушки улучшал Ну, конечно, там не так круто, как в Таркове Потому что, ну, в какой-то момент у тебя становится такой сильный билд И когда у тебя силовая броня там и вся фигня появляется Так тебя просто тупо никто не может убить Но что-то в этом есть В Fallout 4 очень хорошая оружейная механика Прямо там механика стрельбы Ну, это шутер с элементами RPG Если знаешь, третий Fallout и Vegas это RPG с элементами шутера То уже четвертый Fallout наоборот Шутер с элементами RPG Так что вот Да, я пробовал режим выживания в Fallout Это слишком медленно Мне не нравится вот это там Еду копить, воду Всю фигню Это не для меня, чувак Мне в Fallout нравится стрелять в четвертом Вот это да Вот там стрелять там хорошо Все остальное Так себе Сейчас я сфокусируюсь немножко на боссе Чтобы он нас не задушил Совсем немного фокусировки Я к тому же дебил Я потратил хорошее оружие Поэтому Поэтому мы в той ситуации В которой мы находимся Хотя в принципе Да, пустышку потерял из ХП Чтобы не умереть Да, капитан О, это опасно Опасно, опасно, опасно Павка Я не знаю, как я тут уклонился Просто фокусировка Ничего лишнего Уходи от выстрелов Ходи по кругу Обходи Старайся выстрелы обходить А не уклоняться перекатами Это намного Намного эффективней Как правило У короля патрона осталось Треть здоровья Уже чуть меньше трети Я думаю, все будет хорошо Еще пару опасных атак Пережить И как бы мы в шоколаде Ну как в шоколаде У нас Не будет патрона мастера Но я скажу так Патрон мастера на первом этаже Не очень нужен Намного важнее Выбить хорошую пушку В разы важнее Я бы сказал Чем получить патрон мастера Здесь Все равно Сколько бы у тебя патронов мастера Не было Если бы у тебя нету пушки Нормально Ты не убьешь крысу Яу математик Здорово Че там по забегу Узбег пока что Идет нормально Получили револьвер У нас есть красный сундук Который я открою Потому что у нас есть деньги И ключ И есть много сундуков На разбивание Бум Ведомый Нормальный прирост к ДПСу Не то что прям гигантский Но нормальный Яу Виктор Здорово Добро пожаловать на стрим Так Че у нас осталось Два синих сундука На разбивку Будем надеяться На дроп ключей С них Шанс маленький Но он есть Хлам И Да по винстрику Ничего чуваки Винстрика нет Винстриг Умер Да здравствует Винстриг Когда нибудь мы его сделаем Большим Большим Этот винстриг Он будет огромный Как моя жизнь И в два раза страшнее Ну че Все вроде Пошли А стой 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 Так Что из этого я продать хочу Потому что реально У нас Нету Такого Очень хорошего Хлам Можно хлам Можно хлам Не продавать Можно рассчитывать На хламенка Но по моему Это перебор Чуваки По моему Это Далеко не обязательно И Я думаю Наверное Турбопушку Она не серьезная Я Буду плохо Пользоваться Все равно И Забью На нее В итоге Йоу Да кстати Кайто Вот ты Правильный вопрос Задаешь По диете Мы придерживаемся Чувак Прошла Ровно неделя Диету я начал Прошлый понедельник Мы четко Придерживаемся Диеты Йоу Виктор Здарова И тебе тоже Приятного Рассмотра Слушай Смотри Диета идет Полным ходом Короче Мы полностью Исключили Из Из рациона Все макароны Всех типов Полностью Все что связано С мукой Ну то есть По этой диете Если кто не в курсе Диета 30 дней Называется Надо 30 дней Продержаться Смысл в том Что ты не считаешь Калории Ты ешь сколько хочешь В любых количествах Не соблюдаешь Ни режим Ничего Но ты исключаешь Продукты Ты исключаешь Полностью Все мучные Изделия Все что связано С пшеницей Макаронами Короче Вот это все Запрещено Ты полностью Исключаешь Все крупы Рис Гречка Манка Все тоже Вот это Исключаешь И ты полностью Исключаешь Сахар И его заменители Такие как Мед Там Ну искусственные Заменители Сахара То есть Сладкое Вообще нельзя Ничего И что еще И молочные И полностью Исключаешь Молочные Продукты Включая Сыр Включая Кефир Молоко Ну и собственно Все выходящее Масло Это Которое Не подсолнечное А Животное масло Господи Коровье масло Сливочное Оно называется Сливочное В русском языке В общем Ты вот это все Дело исключаешь Тоже из питания И мы уже Неделю На этой диете Успешно сидим Суши Прикольно Я скажу Что прикольно Я скажу Что дорого То есть Получается Единственное Что ты можешь Есть по большому счету Это фрукты Овощи И мясо Ну готовить их Как хочешь Только Ну использовать Для этого Растительное масло Подсолнечное Подсолнечное масло Можно Абсолютно Тоже Никаких запретов На это нет Яйца Можно Тоже Ну и вот Такая диета Получается Что есть У нас проблемы Хьюстон У нас Половинка Сердца Это хана Господа Мы можем Слить Прямо на этом Этаже Ну старт Был очень Слабый Блин Надо Надо с этой пушкой Ходить Что я скажу Если я дальше Буду ходить С стартовым пистолетом Нас убьют Видите эти комнаты Какие нам комнаты Попадаются Веселые Просто Жесть Окей Я сейчас Немного На еде Немного На игре Сфокусируюсь Пацаны Если вы не против Потому что Очень не хочу умирать Нам У нас нет Хилок У нас есть Вот эта штука Отличная штука Но блин Чтобы она работала Нужно подбирать сердца 30 дней Продержаться И нажраться В один день Ну слушай Чувак Что-то типа того План примерно такой Ну надо хотя бы Посмотреть Какой за 30 дней Будет эффект Я взвесился Перед диетой Вес был 104 килограмма Посмотрим Чуваки Через 30 дней Я вам скажу Мы один раз Жене нарушили Мы короче В субботу Выглушили Две бутылки вина Алкоголь Тоже нельзя Ну вот это В принципе Единственное Нарушение Ну мы это Тут шоколад Тут шоколад Да Соленую рыбу Ты можешь Соленая рыба Разрешена То есть Если тебе Такое Такая сладость Устраивает Поедай соленую рыбу В любых количествах Да Вот тут Слушай Прикольно Но С одной стороны Больше денег Тратится на основную еду На этот На На мясо И на овощи Больше денег уходит Чем на макароны И сосиски Да С другой стороны Ты экономишь на снеках Коле И всем таком Потому что Ты это не можешь покупать Когда выйдет запись На ютуб Сын А Я понял Гресс хайпер На этой неделе Я думаю То есть Там у меня получается 6 видосов К концу этой недели Должна выйти Там Таркова есть Запас большой Достаточно Я не спешу Его расходовать Потому что Мало ли что Вдруг знаешь У меня Ну Проблемы какие-то будут Не смогу стримить И Что Все равно Видео по Таркову Каждый день выходили Я хочу Поэтому Этот Какое-то время Какое-то время Той серии Еще не будет Слушай Да от забега Я ничего не хочу Чувак Я хочу просто Не умереть Для этого нам нужен Дроп хп Вот по дропу Я хочу красное сердце Нормальное желание Я буду открывать Сундук Потому что Я писец Качкую Сингулярность Ну Это Нормальный Активный предмет Если увидим Страшную комнату Его можно использовать Блин Я чего-то другого ждал Я короче Буду использовать Сингулярность Хотя Она ненадежная И периодически Мы из-за нее Умираем Ну были-были Случаи Плюс она деньги Хавает Так-то Если ты хочешь Бабла заработать Сингулярность Не твой выбор Ооо Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет Просто очень аккуратно Надо сейчас мне играть Мне надо сфокусироваться Конечно На игре А не на диетах Потому что Тут прямо Серьезный разговор Игра делает с нами Прямо Шутки не шутит Ни одного сердца За весь этаж Даже половинки Сердца Не выпало Я смотрел там Про 1.12 В 1 Тарков Ты знаешь Я никуда не спешу У меня как бы Мне нравится Тарков Но выйдет Новый патч Выйдет новый патч Будем разбираться По ходу дела Чего Куда нам спешить Правильно Я с хилка Сработала хорошо И вот кстати Бутылка Намного лучше Чем сингулярность Так-то По большому счету Но мы ее Наверное Позволить себе Не сможем Если только Не выбьем Здесь Золотую гильзу Ну кроме Золотой гильзы Альтернативно Можно всегда Воровство Но если у нас Будет воровство То мы ключ Крадем тоже Тоже Фишка Я еще Тарков не изучил Чувак Я там начинающий По большому счету Игра очень массивная Очень Сложная И очень Специфическая Аналогов нет Но ближайший аналог Это наверное Арма Ну арма Там Чуть-чуть другое И поэтому Мне сейчас Не до патчи Я даже не смотрю Вперед Я просто сейчас Пытаюсь научиться Стрелять в таркове И получается Плохо Но я тебе говорю Я читаю Учебник для снайперов Самый настоящий Официальный учебник Для снайперов Который Ну В каком-то смысле Помогает Я вчера тренировался Бегал в оффлайн На режиме С Мосинкой Я 15 киллов На ботах Сделал Вот с Мосинкой Учебник мне очень Помог Там прямо Потому что Написано Например Ну даже Какие-то там Знаешь То что в учебнике Написано Как правильно Держать оружие Как правильно Дыхание Задерживать Это там Никак не повлияет На нас В игре Там например Есть такая фишка Что Общее время Прицеливания Со снайперским прицелом Не должно занимать Больше чем 8 секунд То есть вот Ты увидел цель Ты Смотришь В Прицельное устройство И не больше чем 8 секунд Ты Целишься Не позже 8 секунд У тебя должен Прозвучать выстрел Все Как хочешь То есть Не надо сидеть И по 30 секунд Пытаться Выцелить Еще что-то Иначе ты начинаешь Тупить У тебя устает зрение И все такое И Это очень хорошо Кстати у меня Применилось в Тарка Я начал Вот я увидел цель Навелся Задержал дыхание Чик Навелся Бум Выстрел Все Не раздумывая Не Выстрел должен Производиться Не мозгом А глазами И это помогло Ну Опять же Я это все умничаю Сейчас мы посмотрим Я как этот Зайду в Тарков Солью все запасенные оружия Так Это будет смешно Но Будем надеяться Что поможет И в реальных боях Тарка И в реальной жизни Когда будет апокалипсис И Зомби Будут кругом ходить Я смогу их хорошо Отстреливать С снайперской винтовки Нет С дальномерной шкалой Я еще не разобрался Я как раз Книжки только дошел До этого момента Там как раз Начали объяснять Про тысячные Про горизонт Как правильно мерить Расстояние Визуально Вот это я только Начал читать Еще не понял Как работает Дальномерная шкала Ну я примерно Принцип представляю Но еще Там не было уроков Как ей пользоваться Правильно Так Нам что выгоднее сделать Во-первых Чтобы у нас работал КБ Нам лучше Купить доспехи И продать Половинку сердца Слайзаспайр завтра Чуваки Слайзаспайр завтра Ты в курсе Что снайпер Не с клавиатурой Мышью сидят В кустах Я понимаю Чем ты говоришь Но принцип Вот я тебе говорю Та же фишка Про прицеливание Как там написано Ну он же сохраняется Принцип основной Правильно Мне бы бутылку На бутылку надо Сердца ожертвовать В итоге выйдет она В плюс или не выйдет Хер его знает Я думаю Нам надо рискнуть Нам надо пожертвовать Еще половинку сердца И купить бутылку Вот так И бутылка Да Сингулярность пропадает В пустоту А знаешь что Мы еще секретку не поискали Где она может быть Справа отсюда Слева отсюда Хрен знает Короче Подавить Крыса Ну я понимаю Что в Таркове Баллистика Нереалистичная Но В любом случае Книжка помогает Чуваки Говорю Тебе пить нельзя Зачем бутылку тебе Слушай Да я не пью Я алкоголь Почти не пью Сейчас Я вот как в отпуск пошел Я короче вообще не пил алкоголь В отпуске И Ну вот я говорю Мы в субботу с Женей Две бутылки вина выпили Ну нарушили этим диету Но не особо Я думаю что Все нормально В разумных пределах Этот Так то я алкоголь Действительно давно не пью Ну по большому счету Вот Весь отпуск я не пил И Сейчас мне не хочется У меня другие дела Я говорю Я вечером прихожу с работы У меня Тарков ждет А под мухой В Тарков играть нельзя Это физически невозможно Ты че Я там и трезвый то попасть не могу И может наоборот Попробовать Надо вбухнуть И в Тарков поиграть Может тогда попадать начну Как думаешь Есть шанс Как весело Смотри Стрик кто к нам пришел Слушай КБ-15 С броней Это конечно жесткая пушка А броню не Теперь когда я это сказал Я сейчас броню потеряю Сразу Нет пацаны Я не буду сливаться Вы зря ждете Этот забег будет победный Один забег без турбо режима Я думаю что я без турбо режима Могу выиграть с начальным пистолетом Не подбирая оружие Я почти уверен в этом Может быть конечно не этот Не на древнего дракона Потому что там ну очень долго будет С начальной пушкой Это 40 минут будет с ним драка Но обычного дракона я думаю что убью Крысу тоже наверное будет очень долго Но если просто вот пойти И на обычного дракона На прошлое То Слегко Без турбо режима Я думаю для меня будет сейчас Ну игра прям в замедленной съемке Знаешь Как в матрице Нет Ну я знаю что звучит как челлендж Нет Только не за пилота Идите нахрен За пилота За любого другого нормального персонажа Ну нет Насчет алкоголя и видеоигр У меня 100% уверенность Я много раз пробовал Чуваки У меня опыт большой Алкоголь не помогает играть То есть да Под мухой там разные вещи Вытворяешь И может там знаешь Шел-шел Упал в яму Был бы трезвый Разбился А пьяному ничего не было Вот такое Действительно Оно есть Много историй Но Видеоигры Во всяком случае для меня Я не могу играть Даже если я Не знаю Бутылку пива просто выпил Уже для меня становится Практически Невозможно Играть Ни во что Не только Что-нибудь сложное Типа Таркова А даже в игры Которые я знаю Типа Слэйз Испайр И так далее Просто начинаю Жутко тупить Поэтому Алкостримов Не будет Ребят Нет Отмычку Как предмет Я в Ганджине Не уважаю совсем Полностью Она раньше Была крутая Раньше Пилот был Моим любимым Персонажем Потому что У него была Отмычка Чуваки И он мог Открывать Больше сундуков То есть Раньше В Ганджине Если вы Недавно смотрите В первых патчах Ганджина Там Ключей мало Выпадало И все время Не хватало И там была Очень важна Отмычка Пилота Сейчас уже Не так Она нужна Окей Мембрана Это супер Это для крысы Просто бомба И Для второй фазы Крыса Первую фазу Надо чем-то Другим Убивать Но Мембрана Если мне Не изменяет Память Полностью Убивает Вторую фазу Крысы За свою Обойму Нет Если перед стримом В Ганджин поиграть Я не думаю Что тебе сразу Радужный сундук Выпадет А может быть Да Но мне Радужный сундук Выпадал Когда-то Вне стрима Так Половинку сердца Сохранять Нет смысла Можно ее сложить Нам надо Целое сердце Складывать В Бутылку Я думаю Что где-нибудь Еще выбьем Наверное Не последнее сердце В мире Блин А КБ-15 Я балдею от него Какое оружие Оно причем Б-класса Да Очень слабенькое Само по себе В общем Диета нравится Женя Ну видишь Чтобы так на такой Диете сидеть Надо либо Много денег Чтобы постоянно Заказывать там Эту еду Либо с доставкой Либо ходить в рестораны Слэш кафе Либо Надо постоянно готовить Женя готовит Женя готовит Шикарно И она может Сделать Что угодно Она делает домашний майонез А майонез Это кстати Это что Это сырые яйца Взбитые С маслом Подсолнечным По большому счету Вот все И поэтому Классный Классный активный Бомбовый Поэтому Такой майонез Можно на этой диете Вот Женя Его делает дома Но он конечно Не хранится То есть он Он сильно От него не потолстеешь Он не может храниться То есть буквально Ты его один раз поел Он на следующий день Уже в холодильнике Будет плохой Потому что он же Из сыра И это сделан Это магазинский майонез Он опасен тем Что он Постоянно лежит И постоянно Его хаваешь С хлебом А хлеб то тоже нельзя Ничего не говорите Мне про это Падение вниз Броня богу брони Мы кстати Могли бы Положить броню В бутылку А не сердце Чтобы активировать КБ Когда нам нужно Но это наверное Плохо Окей Еще одна Еще одна На лево комната На работе Ввели интересную тему Экзамены по английскому Которые пройдут 17 августа Мне это особенно интересно Если всем понравится То будут еще Подобные мероприятия Слушай Ну звучит круто Но экзамен по английскому Как бы Ну ты же в Канаде Работаешь правильно Смотря какой экзамен Экзамен может быть Неинтересный Он может быть Письменный И скучный А может быть Классный экзамен Где там Какие-то вопросы Задавать Диалог Вести на английском Мне нравится Окей Так И Так И открыть Синий сундук Потому что Там была Пассивка Знаешь Здесь будет оружие Что-то нам Не выпадает Прямо Жесть какая-то Нет М9 не так плохо Как мог бы быть Наверное Но он явно Не того уровня Который нам требуется В общем Так-то беда Пацаны Беда с оружием Секрет Секретку Надо Обязательно Поискать Ну где ее искать Самый большой шанс Наверное В этой комнате Не Окей Поехали дальше Нет Красную броню В бутылку По-моему Нельзя положить Ну Сложно будет Одному Постоянно Готовить По этой диете Я просто Не представляю Где можно Покупать Мясо В таких Количествах Ну Готовое Потому что Все полуфабрикаты Там что-нибудь Добавлено Их там Нету Такого Чтобы просто Мясо Продавалось Готовое И замороженное Они все равно С кучей Добавок Идут То есть Не подходят Либо они Все в панировке Либо в них Что-то такое Находится Ну Что по диете Нельзя Но действительно Надо чтобы Вместе с кем-то На диете Быть Чтобы Готовить Чтобы друг Другу Готовить Потому что Да Сложно Будет Но мне Пока Нравится Я Чувствую Что у меня На боках Меньше Жира Стало Живот Все еще Висит Нормальный Такой Пивной Мужицкий Живот Но По бокам Я прям Ощущаю Что у меня Уже Пояс Не так Давит На работе Я Белая Рубашка Галстук Брюки Куфли Все Тут Положено И Чувствую Что Уже Лучше В плане Того Что Пояс Не так Сдавливает Бака Так Что Нормально Не знаю Результат Настоящий Будем смотреть Потом Но Мне Мне нравится Отсутствие Пива В моей Жизни То Что Я Раньше Глушил Минимум По бутылке Пива В день После Работы Ну Не Те Дни Когда Я Стрим Лю А после Работы Именно Ну Это Наверное Очень Плохо Бутылка В день Это Уже Алкоголизм Чуваки Ну Как Так Говорят Я в это не верю Но Ну Так Говорят Поэтому Конечно Я Ну Я рад Что От привычки Отучаюсь Эта диета Знаешь Она даже Она даже Больше Рассчитана Не на то Что Ты Скинешь Вес Наверное А рассчитана На то Чтобы Отучить Тебя От вредной Привычки Покупать Такую мелочь Типа Шоколадок Пирожных Мороженых Чипсов Потому Что Главное Преимущество Как я уже Говорил То Что Ты такую Такие Штуки Не можешь Покупать Соответственно За этот месяц Ты отучишься От этой привычки И даже Если с диеты Потом слезть То может быть Ты начнешь Меньше Их покупать Да И Таким образом В принципе Улучшится Ну Не знаю Состояние здоровья Наверное Потому что я решил Что я хочу дожить До 50 лет Чуваке Мне раньше было Все равно А сейчас я вроде Как у меня И стримы есть И Хорошая жизнь И Жена Любящая Которую я люблю И Кошки В количестве 6 штук Я решил Что я хочу жить Я не хочу Умереть В 45 От сердечного Приступа Или от Инсульта Поэтому мне Ну надо Этот вопрос Решать Соответственно Решать его Как-нибудь Кардинально Кардинальное Решение Здесь Это Изменить Свои привычки Еды Я думаю Для начала Ну и потом Может быть Перестать играть В Gungeon Spire Для того Чтобы Стресс Не убил Мои Нервные клетки Не На самом деле В Gungeon Spire Меня расслабляют Я Конечно Иногда Злюсь И Аааа Делаю Но По большому счету Я ловлю удовольствие Здесь Нет Чуваки Я не ходил За банкой Пива Во время Стримов Я хожу В туалет На стримах Иногда Забегаю На балкон Пол сигареты Вытянуть Ну Че я Сделаю Этот Но Я точно Никогда На стриме Не пил Пиво Вы можете Быть уверен Окей Сюда Сюда Магазин Сначала Чекнуть Магазин Или сначала Пойти на босса Наверное Сначала Пойти на босса Слушай Ну Блин Я знаю Что курить Это плохо Чувак Но Пойми меня Правильно У меня Химическая Зависимость От никотина И Других Составляющих Сигарет Это сложно Если ты давно Куришь Блин Бросать Курить Это прямо Жесть Я в любом случае Не думаю Что это будет Совместимо С диетой На которой Я сейчас Нахожусь Потому что Будет хотеться Хавать Много И Ну А похавать Ты не сможешь Ты будешь Злой Как собака Я знаю Я когда-то Бросал У меня опыт Есть Но это тупо Надо на неделю Дома закрыться И не выходить Из дому Или больничный Или отпуск На работе Взять Потому что Ну Надо тупо Никого не видеть И не это Не Не слышать Чтоб даже Соблазна не было Да я знаю Чувак Ну Если бы все Было так просто Все бы уже Давно бросили Курить Да я тебе Гарантирую Да Е-мое Сколько урона Можно получать В этой жизни Кто-то сильнее Кто-то слабее Кто-то может И так взять Оп Я не курю Все У меня не получается Ничего вы Ай-яй-яй Какая вкусная вещь А мы ее Не купим Ключей-то нет И ключ надо Купить Чтобы пойти На крысу Че-то я даже Не знаю Чуваки Ключ купить Чтобы пойти На крысу Сундуки Мы не пооткрываем И пустышками Нам пользоваться Нельзя Прям Жесть какая-то Хорошо Что это танк А не балрок Я прям Безмерно Счастую Это может быть Поражение Здесь Я вот смотрю На этот забег Если танк Сейчас нам не подарит Что-то просто Бомбовое То Блин Я буду напуган Я сейчас На бое с ним Сфокусируюсь Тут очень важный момент Снимать его Приспешника И не давать ему Загнать нас в угол То есть По большому счету Против танка Тактика Это ходить по периметру Чтобы он не ехал По центру Потому что Если он ездит По центру Это беда И держаться от него Как можно дальше На расстоянии Он не очень опасен Впритык Да, конечно Могут проблемы На расстоянии Он норм Ес Убили Отлично С диетой курения Я пока что Заморачиваться Не буду Чуваки Я вам честно говорю Сейчас у меня Диета еды А там Будем смотреть По ситуации Ну что Нам надо покупать Ключ здесь Без вариантов И идти На крысу Значит Эти два сундука Тупо разбиваются Хлам Сердце Пожалуйста О Ты мимик Прикольно Классно Хватит Иди сюда Голова демона Не Мы даже Сердце Не можем Купить Да Слушай Я не знаю Чем мы Крысу Будем убивать Ну и что Не потратил бы я Бабло Я бы сейчас Купил резервуар И все У меня бы не было Никаких проблем Теперь проблемы будут Опять Опять Вылезает Моя Одна из самых Моих Главных Стратегических Ошибок В ганджине Это то что я Спешу потратить Гильзы Не коплю их На хорошие Магазины Будем убивать Скиллом Да Он Грасс Хайпер Правильно Говорит А Блокмимик Я вижу Ты купил FTL Слушай Ну FTL Сложная игра То есть Ты его на легкой Сложности Не можешь пройти Даже не парься Играй Научишься Просто Надо тренироваться Там Есть билды Которые Работают Почти всегда Бери Невидимость Одна Из основных Фишек Так Нам нужно Очень серьезно Подойти К вопросу Этого этажа Нам Йоу Вот это было Очень круто Нам нельзя Здесь терять ХП Скажем так Нам крайне Нежелательно Здесь терять ХП Как я и сказал Да Поэтому я буду Очень аккуратно Не буду получать Глупый урон Типа вот Как только Получил Так Это был второй раз Вниз По-моему Да По-моему Второй Третий раз Вниз Направо Вверх Вниз Выпустит меня Я воевал Я летчик Я в танке Горел Я ненавижу Эту комнату Просто Жесть Еще одна комната Надеемся на Красное сердце Иначе получится Что бутылку Я просто Зря Купил Да Красно Да ну как Так Можно Спасите Знаете что Я буду очень хорошо Играть на крысе Не важно Будет сколько урона Я получил В комнате Не говорите Ничего Можем в банку Положить патроны Мы не можем В банку Положить патроны Раньше Всегда можно было В банку Ложить патроны Может быть Эти нельзя Может только зеленые Я просто думал Что если патроны Возьмем Можно будет Мембрану Тогда на первой фазе Использовать Так мембрану Надо на вторую фазу Оставлять Окей Перекат по прямой Дальше что Хлыст Хорошо Следующий Перекат по прямой Кунае Тупанул Хлыст Нет Перекат по прямой Хорошо От куная Не уклонился Теперь хлыст Много кунаи Слишком много кунаи Прям Песец Сколько кунаи Мы ей вообще Хапанит несли Мы тупо Не наносим Урона Если у тебя нет Нормальных Кошек Тебе хана Окей Никаких проблем Я совершил ошибку Когда родился Сука Ненавижу Вот что должен Мальчик делать В такой ситуации Мы могли Честно Можно было Мембрана Очень хорошо Выносит вторую фазу Я Слил Забег В той комнате С Железными Девами Я не знаю Как Можно было Плохо Играть Это просто Катастрофа Чуваки Я давно Так Плохо Не играл Субтитры Мальчик 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 Мальчик